Если заглянуть в различные сегменты YouTube в зависимости от языка и религии, то можно обнаружить, что по всему миру, как у христиан, так и у мусульман, иудеев, индусов, буддистов и даже атеистов, становится все больше свидетельств о том, что пережив клиническую смерть, конкретный человек приносит с собой из мира бессмертия какую-то историю пережитого. Кто-то из счастливчиков побывал в раю, кто-то в аду, кто-то, кто ни во что конкретно не верил и просто считал, что что-то там после смерти должно быть, видел необыкновенный квантовый мир и таких же необыкновенных существ. Есть и те, кто утверждает, что во время пережитой клинической смерти не видел ничего, хотя темнота – это не ничего, это сама темнота и тот, кто ее способен наблюдать и осмыслить. Рай и ад – две точки назначения, куда может попасть человек после смерти, если он верит в существование этих самых мест. Как утверждают те, кто якобы побывал на том свете и вернулся, рай прекрасен, а ад незабываемо кошмарен. Удивительно, но в зависимости от вероисповедания и некого пережитого личного опыта, ад и рай будут отличаться друг от друга. У мусульман они одни, у христиан совершенно другие, у индусов третьи. Но как? Или рай и ад один для всех, или их попросту не существует? Видимо, здесь что-то не то, и все это какой-то обман, разводняк, которому много-много тысяч лет. Сегодня вы узнаете самую страшную тайну, таящиеся в раю и аду, которых вы так ждете и боитесь. Подписывайтесь на канал, мы начинаем. Давайте начнем с того, что представляет собой рай. Рай – это возможность есть сколько угодно вкусной еды и не поправляться. Рай – это когда всегда стоит и хочется. Ты молод, здоров, ничего нигде не болит, не нужно ходить на работу и работать. Там ты встретился с теми, по кому скучал. Там есть, где жить без надобности, платить за это жилье. Там рядом Бог или Боге. Там не нужно бояться смерти, ведь у тебя есть бесконечность. Рай – это место, где смерть уже не страшна, ведь там ты обрел то, что хотел при жизни. Больше всего – вечность существования без страха. Но как насчет ада? Ад – жуткий, ужасный, состоящий из постоянной боли. Страха там уже нет, так как то, чего человек боялся, больше всего наступило. И остался лишь ужас, напоминание, что все самое кошмарное происходит с тобой беспрерывно. Но главное – ад – это абсолютная справедливость, которой невозможно избежать, по мнению верующих. Верующие очень этого хотят. Ты можешь избежать ада, если ты неверующий. А вот рая, если ты неверующий, тебе не видать. Даже если ты был очень хорошим человеком и спас миллионы людей от страданий. Есть еще лимб, но это нечто невнятное – ни рыба, ни мясо, где обитают все те, кто не крещен в христианстве, а также те хорошие люди, которые умерли до рождения Христа. У Данте в божественной комедии лимб – это первый круг ада. Представляете себе, ты добр, вся твоя жизнь посвящена спасению людей, тому, чтобы они были счастливы. Ты отказывал или отказывала себе во всем, чтобы отдать последнюю монету и кусок хлеба нищему и голодному. И тут бац – умер кошмарной болезненной смертью, защищая женщин и детей, после чего очутился в лимбе. Или, быть может, даже в аду. Почему? Да потому что не крещен или не принял Аллаха или Яхве. Какая же все-таки религия и те, кто их распространяет, все-таки грязная мерзота. Однако, в то время, как мы обсуждаем рай и ад, в реальном мире каждый день для многих и есть рай или ад из-за борьбы за выживание. Так как в мире каждый день работают 250 миллионов детей в возрасте от 5 до 16 лет, вынужденные работать, чтобы выживать. Постольку, поскольку 1 миллиард человек постоянно голодают и не имеют доступа к питьевой воде. Так как в наших краях 50% мужчин умирают, не достигнув 60 лет, и вообще мир утопает в бедности и болезнях, и лишь процентов 10-15 сносно живут. Все, на что приходится надеяться нам с вами – это рай или ад. Так как ты, хороший, страдал и верил, вас ждет рай, а вот твоих обидчиков – мразей. В стиле нулевого пациента, который несет сам, не понимая какую херь, обижая боженьку, его, конечно же, ждет ад. Он точно будет жалеть и мучиться, как и все эти мрази. А я и подобные мне верующие будем смеяться вместе с Богом, построившим ад. И вот представьте на секунду, что рая или ада не существует. Совсем. Убогие, страждущие, нихера не получат после смерти, как верующие, отказывающие себе во многом боясь наказаний. Мерзавцы и многочисленные подонки, под чьими ногами должна гореть земля, тоже останутся без обещанного наказания. Их никто не накажет. Эта мысль пугает всех верующих, так как делает пребывание для многих из них на земле абсолютно бессмысленным. Реальность не должна быть столь страшной и мучительной, как для многих из нас сейчас. Должен быть какой-то выход. Некое поощрение, как для дрессированной собаки и религии, а также мистические и эзотерические философии и учения дают такой выход и дарят надежду на лучшее после смерти. Конечно, однажды человечество и ученые на 100% дадут ответ на вопрос, есть ли жизнь после смерти или нет. И это будет великий момент для человечества, так как он будет означать абсолютный крах или же абсолютный триумф для многих из нас, что повлечет за собой гигантские социальные цивилизационные изменения. Пока наука, как и верующие, не могут ни доказать, ни опровергнуть существование рая или ада, как и, впрочем, загробного или мистического незримого мира, есть лишь личный опыт и личные убеждения, а также истории людей, побывавших на том свете вследствие клинической смерти, говорящих, что там все-таки что-то есть или же в редких случаях ничего нет. Если вы один из тех, кто в этом стрессовом для организма и мозга состоянии что-то видели, то будете рассказывать примерно то же, что и многие другие до вас, кто столкнулся с тем же. Первое, человек покинул свое тело и видит его со стороны. Он видит и ощущает мир таким, каким он был и прежде, но теперь этот мир уже не замечает, не слышит и не чувствует человека. Далее возникает свет и тоннель. Если вы были хорошими, тоннель будет вести вас куда-то вверх и в нем будет свет. Если вы были дерьмом на палочке, тоннель будет вести вниз и в нем будет виднеться темнота. Далее, если вам светит рай, вы с благоговением несетесь по тоннелю, навстречу ослепляющему свету, который не слепит и так приятен духу. Далее вас встретит кто-то из ваших предков, по кому вы очень скучали или нечто напоминающее ангела. Далее вы окажетесь в раю или где-то рядом и вас будет ждать профилактическая беседа о вашей жизни и что вам еще не время сюда приходить, что есть Бог и жизнь после смерти и все твои мысли известны и они имеют силу и влияют на твою жизнь. Далее человеку могут показать всю его жизнь, где он будет ощущать свою боль, правоту или неправоту, а также боль людей, которым ты ее причинил. Все заканчивается пробуждением на операционном столе или же там, где человек пережил происшествие, приведшее к клинической смерти. Если человека ждет ад и он спускается по тоннелю вниз, не летит, а скорее падает, то дела его плохи, так как информации на этот счет не так много, как о рае. Видимо, опыт клинической смерти переживают в основном хорошие люди и им про ад рассказать особо нечего. Но тем, кому не повезло, рассказывают о тьме и одиночестве еще больше о пламени и криках людей, которые из-за грехи мучают адские монстры. Оба этих места – это суд и приговор за то, как мы вели себя в реальной материальной жизни. Оба этих места связаны с одной удивительной константой для материальной реальности – вечность. Ад бесконечен для тех, кто страдает, и рай с его блаженством тоже бесконечен. В сутки в этом мире умирает 160 тысяч человек, и каждому надо уделить время в аду или раю, тем, кто их там встречает и проводит профилактические беседы. То есть сотрудники ада или рая очень загружены работой, при этом работая каждый день, круглые сутки без выходных. Более того, их работа – страшная рутина, ведь они каждый день выполняют один и тот же алгоритм действий. Очень многие прошедшие через опыт клинической смерти рассказывают, что те, кто их там встречают и воспитывают, показывают жизнь человека как бы со стороны, на экране. И вот происходит откровение, ведь в этот момент ты чувствуешь эмоции окружающих, которым причинил боль. Представляете себе этот ужас? То есть какой-то доктор из Эфиопии, который всю жизнь жил в ужасе и в кошмарах, наконец-то оказался в раю, а там – хоба! И та же параша на экране. Только в этот раз ты не только чувствуешь свою боль, но еще и боль остальных. Джекпот, мать его, так. Я умер, и вот я там. Мне показывают мою жизнь на экране. Ребятки, меня так задолбала моя жизнь. Я все о ней прекрасно знаю. Я знаю, что причиняли боль мне и причинял боль я людям. Ничего страшного, это жизнь, это нормально. Я всех прощаю и меня прощают. Нахера мне показывать на экране вновь все то дерьмо, из которого я только что выбрался? Я хочу забыть это все и отдохнуть. Ну а главное, если я всех простил и меня простили все, кого я обидел, вы, блять, кто такие и зачем мне показываете этот бред? Что это за место и зачем меня сюда притащили? У меня вообще-то были билеты на футбол. Во вторник я хочу посмотреть матч. Теперь я могу его смотреть хоть с центра поля. Нахера вы меня сюда притащили? Я умер. Я свободен. Меня все простили, а я их. Я сам решу, что мне делать. Понятно? Меня встретила у врат рая бабушка. Да я ее терпеть не могу. Пусть идет к черту. Я хочу быть свободен и сам решать, если на мне нет греха. Это возможно? Ответ нет. А еще в раю и аду нет места таким умникам. Там место только рабам. И вот я убийца и насильник девочки-подростка. Я умер. Пришел к ней и сказал. Эй, я понимаю, какой ужас я совершил. Мне жаль. Давай вновь я рожусь на земле красивой маленькой девочкой. Меня изнасилуют, убьют, перережут горло и сунут в очковую парашу мое тело. Я готов пережить всю боль тех, кто тебя утратил. Ну как бы и все. Я же больше этого не делал, а значит меня большим нельзя наказать. Это несправедливо. Окей? Договорились? Какой к черту вечный ад? Это в лучшем случае 10-15 лет красивой жизни девочкой, из которых наказание лишь происшествие, само насилие и боль тех, кто ее утратил. Это не так много времени и не так много мук в масштабе бесконечности, не так ли? А главное, кто тогда все эти чмошники, сотрудники загробного мира? К чему они, когда мы вдвоем договорились о том, что зовется кармическим перерождением? Какие экраны? Какие, мать его, облака и травка? Я родился в первой колонии на Марсе и знал лишь песчаные бури да оранжевый песок. Я про облачка, водопады и зеленую райскую травку даже не знал. Что это значит? Значит, что мой рай будет выглядеть, как спокойная, комфортная погода на Марсе? Канадский газон есть только на Земле. Какого хера он делает здесь, в раю? Как и земная флора и фауна. Ведь люди могут рождаться где угодно при большом желании. Что же под них придется вносить каждый раз изменения? Вы, мои метафизические друзья, забываетесь. Так как во вселенной я свободен, как и вселенная во мне. Мне равен каждый и я равен каждому. А значит, какого хера вы здесь рядом со мной забыли? Я вас не звал. В общем, экран, травка под ногами. Можете продолжать смотреть сами. А я пошел по своим делам, которые не собираюсь обсуждать с вами. Так как вы никто, чтобы меня судить. Не знаю, заслуживают ли вечного блаженства праведники. Я не против этого. А вот вечных мук не заслуживает никто. Убийцы и насильники маленьких детей заслуживают той же боли и страданий, которые испытали их жертвы и их родные. Но не вечных мук. Даже Гитлер заслуживает 70 миллионов смертей, а также искалеченных физически и эмоционально судеб, которых он создал. Но не вечных, постоянных мук. Никто не заслуживает бесконечных страданий. И, видимо, никто не заслуживает внимания вечного блаженства. Так как может начать вести себя в раю как говно. Но, желая всем грешникам вечных мук, можно случайно оказаться на их месте. У меня вопрос ко всем, кто верит в бесконечность. Кто верит в рай или ад. Два дома стоят на бесконечной плоскости. Лена, проживающая в доме А, направилась к Наташе, проживающей в доме Б, в гости. Между двумя домами расстояние в 10 километров. Вопрос. Сдвинулась с места хоть на сантиметр Лена? Преодолела ли хоть какое-то расстояние? Добралась ли она до Наташи, если плоскость бесконечная? Любите ли вы своих детей или родителей, если они живут вечно и не умирают? Если вы можете провести без них сколько угодно времени, а потом вернуться и провести с ними столько же? С другими людьми вы можете провести столько же времени. Вы ничего никогда не теряете и в какой-то момент перестаете обретать, так как в вечности познаете все. Все может быть ваше, что не принадлежит вам бесконечное число раз. И вот мы приходим к первому пугающему выводу. Бесконечность и есть ничто. Константа, которая так сильно пугает людей. Не темнота, не вакуум, а ничто, отсутствие существования и сознания. В бесконечности все замирает и перестает иметь смысл в первую же секунду, когда она появляется. Бесконечность страшное зло, ведь мы любим лишь потому, что знаем, что рано или поздно утратим. Рай и ад не бесконечны, так как это лишает их смысла. И это первая ложь, о которой вы узнаете, когда покинете этот мир и пройдете через первое знакомительное шоу с тоннелями. Откроем первую страницу тибетской книги мертвых, где говорится о том, что усопший, работавший над собой при жизни, может после смерти выбрать свою судьбу. Эта книга утверждает, что разные религиозные традиции представляют умершим знакомые образы, чтобы сделать этот переход более комфортным. По тибетской книге христиане встречают христианских ангелов, мусульмане мусульманских, буддисты буддистских. Однако суть и результат встречи остаются одинаковыми. Это как маска, узнаваемая для каждой коровы, чтобы сделать переход на тот свет более безболезным. Тибетская книга мертвых Бардот Хедол посвящена тому, что умерший человек, прочитавший ее, работавший над собой при жизни, после смерти сможет не вестись на шоу и выбрать себе судьбу сам. То есть, как бы к каждой корове, в зависимости от того, в каком она вольере, будет приходить некто, одевший маску, которая будет узнаваемой для коровы, чтобы она была покорной и не пугалась, считая, ну вот, это же мои ангелы или даже бог, я не смогу ему сопротивляться. Значит, надо идти и делать все, что мне говорят. Конечно же, ад это шоу, и тебя там никто не может мучить, если ты сам не примешь это за реальность. Ведь боль это нервные окончания и волокна, а их не существует там, так как они сгнили в земле или были сожжены в огне. А значит, кто-то знает, насколько корова тупая и продолжает творить свое шоу, обманывая нас с вами. Но если нас обманывают с адом, то те же субъекты обманывают нас и с раем. И это самое интересное. Зачем, для чего осуществлять контроль над человеческим сознанием не только на земле, но и после смерти в метафизическом мире? Ответ прост. Ферма и ее работа по добыче элемента начинается до вашего рождения и продолжается после. Если ферма существует одновременно, как бы в двух мирах, или скажем так, ферма связывает их. Однажды кто-то придумал, что метафизическому миру, богам, духам, ангелам и сущностям, всему, что можно назвать мистикой, для силы, власти и чудес ничего не надо. Представляете себе, людям надо, всему живому надо, вселенной, звездам, планетам, черным дырам, субатомным частицам надо, а вот богам, ангелам и демонам не надо. Они просто сильны и могут творить чудеса, когда посчитают нужным, исходя из неких личных соображений справедливости, милосердия или напротив злости. Мистическое добро и зло это находящийся всегда в идеальной форме никогда не стареющий спортсмен, которому не нужно тренироваться, не нужно есть, ему не нужны стероиды. Он всегда на пике тех возможностей, которые заложены в нем изначально. Он заполненный на максимум аккумулятор, который никогда не садится ни на один процент. Вопрос, можно ли победить бога, создавшего человека, любого, в любой религии? Верующие скажут, конечно же, нет, что за богохульство, а тем временем, все, что мы знаем о могуществе и власти бога, мы знаем лишь через людей. Бог является богом лишь на фоне людей. Бог недостаточно силен, чтобы победить сатану или иблиса. Ни в одной религии бог так и не убил зло. Победил, быть может, в какой-то битве, но не лишил того жизни существования. Неужели земной бог не всесилен? Неужели он кажется таким лишь на фоне людей? Но на фоне людей всесильным кажется и кусочек свинца, вылетающий из дула пистолета. Быть сильным на фоне человека не так уж сложно. Но бог, как и весь метафизический мир, без человека не могут. Как только мы появились, мистические и духовные добро и зло приклеились к нам. Что-то постоянно от нас хотят. Непонятно зачем. Дело в том, что они не могут без нас, так как без нас они станут одними из нас. Мы были созданы, чтобы сделать их богами. Мы скот, коровы, батарейки, которые должны накопить и отдать элемент, делающий живое существо богом, ну или по крайней мере тем, с кем реальности придется считаться. Если накопить элемент, не отдавать мистической, духовной, религиозной блядоте, оставить себе и торговать им самому, по своему усмотрению, может получиться вот так. Всех приветствую, кто смотрит это видео. Оставляю свой видеоотзыв по поводу курса Петра, книги и творчества в целом. С книгой Петра я ознакомился одним из первых. Прочитал ее буквально за 5 часов залпом, очень так воодушевила она меня. Очень много информации подчеркнул для себя по поводу, что же такое элемент, суть взаимодействия вещей. И как в этом мире его копить, как использовать. Затем прошел онлайн-курс по накоплению элемента. И знаете, если вы хотите быстрых результатов, кнопку бабло или что-то это, то он для вас. Только и будьте готовы заплатить соответствующую цену. Потому что если ваша цель дороже, чем какой-то кусочек мяса или тортика, то распишитесь и получите. Оно ваше. Лично у меня была цель финансовая. И она исполнилась далеко не сразу. Меня как будто провели дорожкой от одного к другому. Дали понять, что мое, что нет. Я нашел хорошее себе хобби. Хотя думал, что это будет основной источником заработка. И по итогу, что произошло? Спустя три года, примерно после того, как мы общались с другом, чуть-чуть предыстория, общались мы с моим другом раньше. Перестали общаться спустя три года. Вот как раз, когда я примерно закончил прохождение курса, он мне пишет. Говорит, Миш, привет. Хочешь прикольную должность в компании. Он мне предложил. Я, конечно, согласился. И слегка подучившись, я начал зарабатывать те суммы, которые хотел. А то и в полтора раза больше. То есть, раз цель исполнилась. Личной жизнью наладилось. То есть, в моей жизни появился внезапно буквально человек, который прям мой, как заказывал. Хотя это было просто в мыслях. И все, знаете, происходит вот так, как нужно. Встречаются нужные люди. Проблемы решаются сами собой. Не без усилий, конечно, но все равно все проходит так, как нужно. И уже, знаете, появляется больше уверенности в том, что ты можешь, как можешь, и что можешь даже больше. Поэтому, если вы хотите не просто каких-то слов а-ля думы и богатей, но действий, направленных на реализацию ваших целей, то курс Петра действительно это то, что вам нужно. Я, как человек, ну, очень скептично ко всему отношусь. Даже спорил порой с Петром в чатике. Вот, он точно это помнит. Ну, и участник этого курса. Вот, но потом я удостоверился, что все действительно работает. Вот, поэтому желаю каждому, кто смотрит это видео, вот, и тебе лично, дорогой друг, вот, встретиться лицом к лицу со своими демонами, побороть их, вот, и стать тем, кем вы хотите. Ну, или хотя бы ослабить их, чтобы взять контроль над своей жизнью, вот, и в конечном итоге победить. Вот, ну, и под конец такая фраза, вот, что в конечном итоге побеждает тот волк, которого ты кормишь. Задумайтесь. Кого кормите вы? Получилось первого дубля. Мне понадобилось более 20 лет, чтобы в литературе, научных и исторических книгах найти ответ на вопрос, что есть элемент, где он хранится, как его добывать и копить, как использовать. Я испытал свои наработки на сотнях людей, и результат потрясающий. Элемент – великая тайна, из-за которой существуют человек и ферма Земля. Не было бы элемента, нас бы не существовало, мы просто не нужны. Я предлагаю вам оставить элемент себе, изменить свою жизнь к лучшему и получить то, что вы хотите. Совсем скоро, 8 января 2024 года, начнется новый курс, уже четвертый онлайн-курс по накоплению элемента и его использованию. Настоятельно рекомендую его пройти, чтобы это сделать, нужно пройти по ссылке в описании под этим видео в группу в Телеграме, посмотреть десятки интереснейших отзывов от реальных людей, которые поначалу были скептиками, ознакомиться с условиями прохождения курса и поставить плюс в комментариях. Если кто-то по тем или иным причинам не может пройти курс, те могут прочитать мою книгу «Восхождение», где раскрывается тайна элемента и его сути. Чтобы приобрести книгу, следует тоже перейти по той же ссылке в описании, поставить плюс и написать «Книга». С вами, друзья мои, тут же свяжутся. Друзья, со мной или без меня, так или иначе, человек-личность, не корова, должна оставить себе элемент. Тех, кто хотят сделать это более быстро и продуктивно, обязательно проходите сейчас по ссылке в описании, в Телеграм-группу и ознакомьтесь со всем, что касается онлайн-курса, который вот-вот начнется после Нового Года, 8 января в понедельник. До встречи на курсе! Рай и ад – шоу для тупорылых коров, которых можно контролировать через эти два мира, впаривая им нечто, зовущееся бесконечностью, что страшнее, чем любой ад, ведь оно лишает всего смысла. Сознание, сформированное рабской материальной реальностью, нельзя после смерти оставлять без присмотра, так как его нужно отправлять обратно в тело коровы, что зовется «кармическими перерождениями». Так как если этого не будет и ферма не будет давать нам элемент, молоко, делающее нас сильнее, придется нам всем, тем, кто вас разводит, отправляться на ферму, испытывая все лишения физической жизни лично, чтобы подкопить элемент, чтобы его потратить после смерти. А в вашу адскую действительность, конченые мерзкие рабские твари, мы возвращаться не хотим. Для этого создается ферма. Вы. Вы накапливаете элемент, молоко. Вы производите, мы пьем. Оно позволяет нам быть здесь, делая все, что мы считаем нужным. Вы остаетесь там, делая все, что нужно нам, производя то, что делает богами, что делает каждого свободным. Удивительно, тюрьма и матрица не заканчиваются после смерти. Она подхватывает нас даже там, сразу, как только мы отсюда уходим, считая, что мы наконец-то освободились, и нас ожидает долгожданное блаженство. Мы играем по правилам, считая, что это совсем иная игра. Но это не так. И там мы по-прежнему рабы и дойные коровы. На создание реальности нужен ресурс. Элемент. Мы его тратим, отдавая на кратковременное пребывание в выдуманном нами самими аду и раю. Лишаясь полностью, его шоу заканчивается, и мы остаемся без сил. После этого нас ждет путешествие обратно на ферму. Рая и ада не существуют. Нам соврали. Единственный рай, который можно создать или ад, это который сами вы пожелаете после смерти, благодаря большому количеству элементов в вас. Вы его создадите. Там вы сами решите, когда жить, когда умирать, когда воскреснете, как будет выглядеть ваш рай или ад. Все остальное ложь. Там в мире, который будет выглядеть, как вы хотите, вы встретите всех тех, кого любите. И это будут действительно они. И вдумайтесь только. Третьи стороны тут не субъектны. Елки-палки. Сколько можно объяснять и обсуждать. Но к нам постоянно кто-то лезет и лезет. Ну не слушай его. Верь в меня. Все написано в священных книгах, правда. Ага. Особенно в той части, где вы овцы стада, где есть пастырь для выпасания. И главное, плодитесь и размножайтесь, так как это главный важнейший принцип процветания фермы. Однажды одна корова совершила мерзость по отношению к тому, кто называл себя богом. Она осознала, что равна всему, что есть во вселенной, и что все во вселенной равно ей. Она стала делать то, что делают боги, хотя состояла из плоти и крови. Это стало возможным, так как у нее было очень много элемента. Такую корову надо было обязательно убить. Она была опасна. И ее убили на кресте. Никакого воскрешения не планировалось. Однако корова с элементом может ни с кем не считаться, кроме своих желаний. Узнав о разводняке, она воскресла на вторые сутки. Все ждут удара. И он будет. Он будет внезапным. Очень. Знаете, а ведь в принципе возможен штурм рая и ада. И он будет выглядеть именно как полноценная битва. Может начать собирать армию уже сейчас. Надо поговорить об этом в одном из следующих видео. До скорой встречи.